Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача Обыск и до свидания! Сегодня мы идем ко мне в гости. Пойдемте! Я уже собрал сумочки. Итак, за все это время я разжился таким вот чудесным пледом манго-суши. Такой красивенький логотипчик, смотрите. Реклама прокормлена. Так. Хочешь? Хочешь? На. Портфель реально тяжелый. Что в портфеле? В портфеле куча сушника, который мне пригодится теперь. Планшет, наборчик вот этот, плед, там всякие шоколадка лежит, шампуни. У меня, блин, шампунь, и тут можно целую роту помыть у лысых голов. Ну, или не лысых. Так, едем дальше. Вот это мне тоже надо забрать. Это зимина Димы. Подушка и большой-большой надувной матрас. Закрой там. Вот. Ой, едем дальше. Подушка. Airbus Tona. Мы заботимся о вас. Кстати, блин, если бы не эта подушка, я бы, наверное, уже шею себе свернул, потому что спать было очень неудобно. Особенно вот тут вот на полу я спал раньше, вот где сумки стоят. Здесь просто лежал спальник, на котором я спал. И не укрывался даже, потому что было очень твердо на полу спать. У меня даже синяки от Клеопак остались, потому что я в джинсах спал, чтобы не замерзли. Вот. Это вот, говорю, шутки шутками, а, блин, а-та-та было мне. Ну, это спальник. Кстати, его нужно переложить в нормальный пакет. Вот этот вот спальник мне выручал. Он держит, это Forester. Сейчас скажу, какая фирма. Red Fox, тоже проплаченная реклама. Forester, в общем, держит плюс 5, минус 10 градусов. Полный, короче. Ну, хороший спальник. Он как одеяло рассыграет. И чудо-расплевушка. О, чуть не забыл. Чуть не забыл, чуть не забыл. Вот ребята из Шокобокса не только кормили меня чоколадками, но и приносили вот такие вот штучки, видите? Данилу от Шокобокс. Это вот квадрорутте. А вот это... Внимание, дальше начинается контент 18+. Поэтому, пожалуйста, просьба беременных, курящих и всех остальных неравнодушных покинуть помещение. Фаб тайм. По идее, должны быть страницы... Склеены. Склеены. Страницы не склеены, потому что я его даже не успел открыть. Практически. Вот так вот пролистал. Вспомнил, что я хотел вот такие духи купить. Когда-то. Green and Yellow. Новые ароматы от Puma. Понравился запах такой неплохой. Вот. Ну и все. Девочки еще какие-то. У меня гитара здесь была. О! Ой, гитара, гитара. Сейчас я вам покажу ее. То есть здесь периодически товарищи-аниматоры оставляют свой реквизит. Вот такая гутарка. И долгими вечерами я садился и играл. Нет, нет. Надо какой-то трендовый аккорд. Такой же, только на другом бодре. Ну и все, как там духи. И мы вчера с одним моим товарищем, который приехал ко мне, его зовут Тима, посидели, поиграли на гитаре, даже песенки попели. Это было так очень приятно. Вчера прям вечер был, обо всем поболтали. Поужинали вкусно, кстати. Мне вчера привезли кукси, а я прям вот мечтал кукси поесть на самом деле. Давно-давно хотел. И все, руки не доходили, не заказать. Потому что готовить я его не умею, потому что там его сложно готовить. Нужно уметь готовить вот эту вот водичку, соус, называется кукси мури. Вот, а я его не умел готовить. А тут мне принесли кукси, и он был очень вкусный. И я прям объелся и был счастлив. Кстати, что касается привидений. Да? Я сегодня видел фотографии призраков на сотовом телефоне сотрудников, которые здесь работают и передают по блютузу. Рассказываю, как это все происходит. Это вот как байки из склепа. Это все бред сивой кобылы, и все это неправда. Потому что там дешевый монтаж. Есть приложение в телефоне, которое ставит призраков. Можно прозрачность добавить. И ребята из парикмахерской рай внизу, они сфотографировали девушку и сделали там типа отражение привидения. Потом сделали вторую такую же фотографию, только где девушка как будто бы идет по ступенькам служебного помещения. В полутьме такая. Вот. И видно, что такая качественная подделка, прикольная, но явно подделка. А местные-то они не знают, все-таки взрослые люди, которые не разбираются в технике и гаджетах. Вот. Они поверили. Но потом девочка, одна администратор, приходила в Сулпак, показывала. И Сулпаковцы сразу показали им, как это в телефоне работает, показали это приложение и что можно с ним сделать. А она сразу не поверила. А многие до сих пор верят. Так что привидений нет, чушь это все. Я здесь ходил, бродил по ночам. Даже вон на самокате я рассекал падок по ночам. И ничего страшного. Надо же было себя чем-то занимать тоже. Вот. Чего как ощущения? Ощущения, Андрей. И дорогие друзья, зрители. Я не хочу больше такой эксперимент повторять. В ближайшее время точно, потому что я еще раз скажу, что психологически это трудно на самом деле. Вот адаптироваться какое-то время. Потому что самый момент тяжелый, это вот когда переломный момент происходит. Мозг просто он к вечеру уже не соображает. Так забавно, когда люди уходят и у тебя уходит вместе с ними настроение. Ты на того привыкаешь к этой толпе, что когда зал становится пустой, становится грустно просто. Одиноко, скучно. Думаешь, как бы быстрее заснуть просто, чтобы проснуться с утра и ни о чем не думать. Заняться своими делами. Пойти работу какую-то поработать, чтобы тоже не сидеть без дела. Утро здесь начинается очень как-то непонятно, плавно так что ли. Экскалаторы включают там, например, только ровно в 10. Сначала приходят технички, они как-то пешком сюда забираются, начинают здесь все мыть, убирать. Потом приходит персонал, фудкорты, они начинают готовить кухню, разогревать все, выставлять салфетки, зубочистки и так далее, где это необходимо. Дальше начинает народ уже с утра приезжать в восторг. Какое-то начинается движение, жизнь появляется в гипермаркете. Убирается со входов билборды, включается эскалатор и народ начинает заходить на фудкорт. Сначала там 2-3 человека, а потом сразу так бах смотришь, 6 столов заняты. Особенно вчера я офигел, как много народу. Суббота, пятница, воскресенье, самые пиковые дни в ТРК, ДК. В будние дни на парковку заезжает 5000 человек. То есть за весь день туда-сюда. Это среднее такое число, иногда больше, иногда меньше. А в выходные мне вообще страшно представить, что творится. Ну, посмотрел я здесь на всяких дураков, которые бывают, особенно водители. Один тут товарищ взял, не захотел заплатить за проезд или подождать 15 минут, чтобы потом не платить. Он просто взял и выломал шлагбаум руками, попал на бабки. На большие бабки, потому что это английское дорогое оборудование. И, дорогие друзья, всегда держите себя в руках и будьте всегда в дружбе со своей головой, со своим макитрой, мозгом. Потому что такое поведение, оно может вылететь в копеечку. Теперь ему, наверное, придется продать ему машину и просто хорошенько расплатиться за это оборудование. Есть очень много всяких жуликов, которые в гипермаркете ходят, что они там только не делают. И кушают, и воруют, и вытаскивают. Причем как дети, да, какие-то подростки, так и взрослые. Очень часто там бабушки какие-то. Бабушки вообще это труба. И наклейки переклеивают с дешевого товара на дорогой. Кстати, хочу сказать, что все это очень сильно отслеживается. Если вы переклеите наклейку с дешевого товара на дорогой, и думаете, что вас не запалят, то на самом деле потом будет очень стыдно находиться в комнате досмотра, да, и оправдываться, почему вы так сделали. И потому что кино показывают везде. Я лично был свидетелем, когда тут произошел один инцидент, и просто СБшники взяли, начали рассказывать, что почему вы так, зачем вы так сделали. И этот человечек просто говорит, что я этого не делал, я этого не делала там, да. А он говорит, пойдем кино посмотрим. То есть, несмотря на то, что очень много народу ходит здесь, они все видят. То есть, люди работают реально профессионалы. За безопасностью тут проблем вообще никаких. Тут уже кого-то кое-нибудь задерживали. Вот. В общем, сейчас моя задача забрать вещи, спуститься вниз, сесть домой. Мама меня уже дома ждет с отцом. Они приготовили вкусную еду, там борща наварили. Ждут меня как раз на обед. Я буду обедать, потом приведу себя в порядок, высплюсь, и в понедельник снова в бой, снова за работу. Очень будет приятно, если вы оставите свое мнение, свои мысли о том, что вы узнали для себя интересного, насколько интересен вам был этот проект, стоит ли его повторять или вообще, ну его нафиг такие вещи делать, да. Может быть, что бы вы добавили для себя, если бы вы хотели поучаствовать, либо бы планировали такой проект. Какие бы вы фишки добавили, что бы вы хотели видеть в таком проекте. Вот. Еще раз говорю, проект некоммерческий, я за это денег не получаю. Даже когда люди приходят с деньгами, там говорят, на, купи себе что-нибудь в гипермаркете сам. Я говорю, нет, там, я хочу попить, купите мне воды и все, потому что деньги я вообще здесь не беру, чтобы не было никаких левых разговоров. Спасибо большое всем, кто следил, кто ставил свои лайки, кто писал мне в твиттер, кто приезжал, это вообще огромное спасибо. На самом деле, вот я ждал, что думал, может, еще кто-нибудь приедет вот сегодня, потому что мы тут, администрация дала напитков, много очень всяких, витамин С тут всякие. И просто говорят, раздавайте всем тем, кто к вам там приезжал, без проблем, короче, как бы. Ну, ладно, не приехали, так не приехали, прийдите еще раз, и увидимся мы еще не только в АДК, и увидимся в других разных местах. В общем, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok